Отечественная школа греко-римской борьбы считается одной из лучших. Особенно выдающимися достижениями могут похвастаться борцы Южного федерального округа. В Славянском районе традиционно проводятся соревнования по этому виду спорта среди юношей. В детской юношеской спортивной школе «Триумф» состоялось первенство района по греко-римской борьбе, посвященное Дню Победы. Наша съемочная группа запечатлела самые интересные моменты борьбы начинающих спортсменов. Перед открытием первенства района по греко-римской борьбе юные спортсмены готовились к ответственному бою, а их тренеры давали советы своим ученикам, как эффективнее вести схватку. Агасий Восконян на протяжении четырех лет все свое свободное время посвящает греко-римской борьбе. Выбрал именно этот вид спорта он не случайно. Греко-римскую борьбу Агасий считает занятием для настоящих мужчин. В этих соревнованиях победа обязательно, говорит спортсмен, ведь они посвящены такому святому празднику, как День Победы. А значит, нужно направить все свое мужество и героизм на победу в схватке на ковре, как это 71 год назад проявили в боях за родину ветераны. «Это мужской вид спорта, который… ну, там нельзя бояться, там надо… ну, когда выходишь на ковер, ты только один перед ковром, и больше никого. Вся надежда на тебя. И вот. И сегодня у нас командные соревнования нельзя подводить. Вот. А даже если проиграл, там команда все равно должна поддержать. И даже может такое быть, что мы выиграем первое место так». Открыл районное первенство по греко-римской борьбе глава славянского района Роман Сенеговский. «Эти соревнования – это дань уважения ветеранам, которые сегодня вместе с нами, которые помогают нам победить наших ребят, которые занимаются патриотикой. Поэтому за это вам большое спасибо». Эти соревнования были командными. То есть победа в поединке засчитывалась не лично участнику, который одержал победу, а его команде. По итогам первенства победила команда славянского района. Её представляли воспитанники отделения греко-римской борьбы «Дю США Триумф». На втором месте оказалась команда станицы Новотитаровской. Бронзу получила команда Тимрюкского района. Тина Копачевская, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программа «События». Бронзу получила команда «Дю США Триумфа» и 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 «Дю США